Всем привет! Сегодня у меня в руках находится модель швейцарских часов Invicta 12365 серии ProDiver. Часы довольно крупные, не очень толстые в корпусе и довольно увесистые. К сожалению, у меня нет возможности взвесить, но на вскидку их вес составит не меньше 150 грамм. Я думаю, что это 150-200 грамм. Вот в этом промежутке находится их вес. Значит, корпус часов, а также как и браслет, выполнены из нержавеющей стали. Давайте я покажу часы со всех сторон и прикину их потом на свою руку. Застежка здесь раскладная с фиксатором. К сожалению, у меня нет возможности открыть ее, так как, вы можете видеть, браслет запаян в кулечке. В принципе, вот фиксатор, он открывается в левую сторону, следом за ним раскрывается вся застежка. Вот так она выглядит с внутренней стороны. Давайте еще глянем на заднюю крышку часов. Так, ну здесь еще заводская пленочка и немножко вот оно размыто выглядит на камере. И давайте одену часы на свою руку. Запас браслета здесь очень большой и позволяет мне вот просто в детях вот такой огромный запас браслета. У меня рука довольно небольшая в кисти. И вот где-то так они сидят на ней. Ну и давайте теперь поговорим о функциональной части часов. Значит, здесь у нас есть безель, вот это черное кольцо, нержавеющая сталь с черным IP напылением. На нем часовая разметка и нужно оно нам для... Так, сейчас, секундочку. Почта у меня расшумелась. Так, значит, и нужно оно для измерения интервалов времени. Значит, для того, чтобы им воспользоваться, нужно поставить отметку 0 безеля напротив минутной стрелочки циферблата. Давайте я это сделаю. Он крутится только против часовой стрелки вот с таким характерным хрустом. Вот я поставил отметку 0, то есть 60 минут напротив минутной стрелочки. И, допустим, наша задача отмерить с вами 40 минут. Вот когда минутная стрелочка будет показывать на 40 минут безеля, это здесь. Соответственно, прошло 40 минут. Вот такая полезная функция. Давайте поставлю безель в исходное положение. И посмотрим, что у нас есть на циферблате. Значит, по краю циферблата у нас шкала тахиметра. Она нам нужна для измерения скорости движения на основании пройденного пути. Давайте я покажу вам ее в работе на примере. Для этого нужно запустить хронограф, предварительно вывинтив верхние и нижние кнопочки. В данной модели часов они завинчиваются. Это предусмотрено для сохранения лучшей водостойкости, которая здесь составляет 300 метров. Это можно видеть в правой части циферблата. А вот я сейчас запущу хронограф верхней кнопочкой. И в этот момент давайте представим, что мы движемся в автомобиле. Вот стрелочка пошла. И мы поехали. Значит, когда мы проедем 1 километр, нам нужно остановить хронограф и снять показания секундной стрелочки. Вот давайте представим, мы проехали километр. Я остановил хронограф. И смотрим показания секундной стрелки. Но она указывает где-то на отметку 240. А мы делаем вывод, что мы двигались со средней скоростью примерно 240 километров в час. Но для этого нам нужна тахиметрическая шкала. Давайте обнулю хронограф. Запущу его заново и теперь поговорю именно о нем. Опять нажал верхнюю кнопочку. Хронограф пошел. Значит, в данной модели часов у нас в нижнем окошечке 12 часов 30 минут. Там две стрелочки. Просто пока одна закрывает другую. Сейчас вы увидите, что их две, когда она сместится на одну минуту. В верхнем циферблате одна десятая секунды. И большая секундная стрелочка. Это, собственно, 60 секунд. Давайте подождем, пока она пройдет полный круг. Циферблат в этих часах вот такого синего-голубого цвета. Выглядит он довольно эффектно. Но, к сожалению, камера не передает полностью его эффектности и красоты. Стрелочки и метки часов здесь с люминесцентным напылением. То есть, они будут светиться в темноте. Если вы их предварительно, прошу прощения, подзарядите у какого-нибудь источника света. Например, лампы. Вот. Значит, стрелочка прошла одну минуту. Давайте я остановлю хронограф нажатием верхней кнопочки и снимем показания. Вот уже видно, что там две стрелочки находятся в нижнем циферблате. С момента запуска хронографа прошла одна минута. Это показывает нижний циферблат. 13 секунд показывает большая секундная стрелочка. И так. 2,5 секунды. Это показывает верхний циферблат. Вот. То есть, хронограф нам нужен для замерения времени. Для того, чтобы обнулить его показания, нужно нажать нижнюю кнопочку. И все стрелочки станут на ноль. Вот только в нижнем циферблате 12-часовая стрелка должна пройти полный круг. Вообще, редко в хронографах используют 12 часов. Поэтому это, несомненно, плюс этой модельки. В левом циферблате идет основная секундная стрелочка часов. То есть, время сейчас идет. Так. Значит, заводная головка в этих часах так же, как и кнопочки, завинчиваются. Вот я ее выкрутил. В первом положении, прокручивая ее по часовой стрелке, мы меняем положение даты. Во втором положении, прокручивая ее по часовой стрелке, мы меняем положение часовой и минутной стрелок. на этом в принципе функционал часов заканчивается можно сказать что он довольно богатый давайте закручу обратно стрелочки прошу прощения не стрелочки а кнопочки и заводную головку на этом в принципе все если у вас возникнут дополнительные вопросы пожалуйста обращайтесь по контактам которые я указываю в начале видео спасибо за то что посмотрели пока